вот смотри как я побеждаю вот эти краснюли которые вот здесь вот появляются из-за того что тут система только и больше никого так вот я ввожу просто вот тут дополнительно команду видишь и как уж inheritance двоеточие что означает добавить разрешение наследуемое от родительских объектов да то есть вот это вот произойдет то есть я могу прямо вот так вот это сейчас выделить вместе с ней и оно произошло видишь вот так вот просто вообще легкотня видишь все добавилось галочка стоит все чинно а теперь мы можем сделать вот так вот без нее да видишь и теперь здесь вот так вот как мы и хотели вот все шикарно все работает пацаны девчата все супер теперь давайте посмотрим нужен ли вообще-то и ков если мы например здесь установили все в систему и вообще ничего не отображается и тут и тут я везде систему поставил я посмотрим что будет вот что будет отказано в доступе поэтому нужен ты и кову вот так вот делаем стейк овном чпок и все и сработало понимаете да вот так вот это делается все четенько и дали 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 а вот так вот все круто работает но есть другая проблема мы не можем прочитать все вот эти разрешение владельцев пока не получим тайковым и не установим туда для себя разрешение да когда там система управляет не опять сюда систему поставил на вот так вот здесь и здесь и вот я запускаю и краснюля там видите не санкционировано это то есть мы не можем сделать где-то и сель у наторизы и у нитера и зита цс от аксепшен он это развита цс аксепшен короче не авторизировались мы как авторизироваться что-то вообще непонятно как-то сделано все сикость-накость в этом где-то и селе и он короче не может да то есть нужно именно сперва сделать захват так если мы делаем захват власти так сказать над этим самым файлом то мы же ему все меняем то есть если мы сделаем вот так то чё то такое то нам же так то не надо у нас же все поменяется там тогда как нам прочитать то мы же скопировать хотим то есть нам надо сделать прочтение сперва да и только потом уже делать какие-то там захваты а тут получается нам сперва надо сделать захват и только потом мы такие берем или что-то там хочу нам там брать то есть и мы захват сделали мы сами то все уже установили соответственно у нас нет возможности получить вас ну как сказать то нет возможности узнать чё там вообще есть да чё там система там или чё там вообще как узнать то как это прочитать вообще как это увидеть кто там владелец это получается вообще невозможно прикиньте то есть ты делаешь захват устанавливаешь там все свое а чё было до этого ты вообще не можешь узнать вообще никак а вот такая вот фигня сейф в данном случае тоже не работает у и какался да тоже вот так вот выпадает красненькие штучки отказано в доступе непонятно почему но и даже если бы он сохранил вам бы сохранил только разрешение вот так вот еще раз сделаем да чтобы увидеть что он там сохраняет и видим что он вот что сохраняет только разрешение видите д это разрешение о нету вот если бы было о двоеточие и потом все эти скобки миллионных тут этих скобок потому что там несколько разрешений если бы было о двоеточие тогда это было бы с владельцем еще то есть было бы для о и для этого ну вот как вот здесь видите о это разрешение владелец я вам объяснял а а д д это разрешение вот все что после д двоеточие это разрешение идут а после о это владелец указывается вот так что сейф она только разрешение сохраняет вот это вот нам как бы это и не подходит даже нам же надо все сохранить полностью так что как бы вообще не задача то есть я вообще не понимаю как скопировать полностью то с этой сель тоже не работает здесь она вообще фейлица даже на обычных файлах я не знаю мыши неправильную строку прописал но я смотрел там справки вроде бы так вот надо писать но что-то не выдает до фейлица короче даже на обычном файле он говорю вот такой администраторы тут как бы и тут администраторы по ходу с этой силе только с реестром нормально работает но по крайней мере я его только с реестром подружил больше вот что-то вот не хочет он дружить ни с кем по крайней мере с файлами вот точно что-то у него дружить не получается да вот так вот с папкой тоже пробовал тоже не получается вот такие дела ну короче пока что я завершаю это дело до победа у меня как бы частично есть в таком вот виде а просто его скрыл и ничего не крошится я вот тут вот пока сидел что-то там писал до мысли гонял туда-сюда и не было никаких крашей но они могут быть если тут начать приставать когда наверное они могут происходить но что-то вот нету так что в принципе вот пока он скрытый этот ярлычок все нормально вот так вот не знаю что за фигня что нибудь то может быть все таки с этими разрешениями с владельцами из-за этого что-то explore на нагибается и блин просто из-за ярлычка да вообще странно и непонятно как так вообще офигеть в 4 сентября сколько можно мне бодаться с ним это офигеть просто надо будет еще попробовать его переустановить это массой но как бы я пытался его найти у них на сайте и так и не нашел я его нашел только где-то вообще на другом сайте короче в другом сайте ссылку дают скачать у них у самих там только это описание что-то за программа а кнопки скачать нету вообще странные какие-то ребята ну вот такие дела может они ни при чем тут я фиг знает в чем тут проблема в правах не в правах разрешениях не в разрешениях владельцах него владельцах вообще не понятно что такое смотрите чай сделал все под замочком видали круто это знаете чё и у меня ничего не крушится кстати благодаря этому наверно это вот чё круто да и все как бы и не может никто ничего сделать вот так вот это еще можно делать это я скриптом сделал скриптом короче поработал но пау шелловский и вот так вот сделал да он как бы как-то снес все короче обратно не установил у него не получилось как так фиг пойми я вообще сам не понял но он классно сделал тут смотрите чё я как бы научился подобие делать и я как бы вот так вот сделал имеют разрешение да, но, как бы, как сказать-то, как написано, короче, так и надо сказать, да, пользователь, имеющий разрешение на доступ к данному объекту отсутствует, однако владелец объекта может назначить разрешение, да, и получается, смотрите, что, удалить, и, короче, вам необходимо разрешение на выполнение этой операции, круто, да, запросите разрешение на изменение этой папки, повтора, фиг тебе, фиг, 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 нельзя ничего делать, и все, и никто ничего не может изменить здесь, потому что нужно разрешение от администратора, понимаете, да, и они не могут ничего, и здесь ничего не могут тоже, я могу запускать, я-то администраторы, потому что я владелец, поэтому я могу запускать, раз я администраторы, и дали, да, и все, и нету крашей, короче, то есть у меня это-то задействован, да, вот он этот ручок, и пофигу вообще, видали, и закрепить, и изъять, и закрепить, и закрыть, и изъять, и другую могу сюда впихнуть, и тоже закрепить, изъять, закрепить, закрыть, изъять, короче, и так могу со всеми делать, и вообще пофигу, то есть все, я капитально победил, но как бы надо восстанавливать все равно эти все права, потому что ноты не гоже, когда оно вот так вот, то есть бах, и вот так вот тут написано, то есть прав, как будто вообще ни у кого нету, да, разрешения, то есть нету, как бы это типа опасно, любой пользователь, имеющий доступ к объекту, может стать владельцем, владельцем, о, владелец объекта должен как можно быстрее назначить разрешение, о, меня пугают, короче, ну, как бы владельцы-то администраторы, то есть я тут администратор, я владелец, я раздаю всем разрешение, соответственно, ни одна служба, ни одна служба вообще, вот, у меня тут служб-то нету сейчас, так где они находятся-то, они же находятся где у нас, вспомним, нет? Сейчас попробуем вспомнить, здесь надо сортирнуть по типу, у нас, помните, службы тоже, короче, вылетали, сейчас мы их добавим, где службы-то, в сервисе-то-то они нет, да, вот они, службы, мы их, короче, тоже добавим в меню пуск, вот, службы, сразу с переводом, и локализовано всё, вот эти вот службы, они не могут ничего изменить вот у этого файла, да, вообще ничего не могут, да вообще у них, у всех, кто под замочком, ничего не могут изменить, вот эти все службы, которые тут запускаться могут, да, которые работают, там всякие штуки-дрюки там выполняют, может, там вирус какой сидит в службах у меня, и он сейчас не может ничего сделать вообще, и всё, я как бы его блокернул, да, а я фиг знаю, какая служба тут может быть вирусом, может, NVIDIA, дисплей, контейнер, хе-хе-хе, а чё нет-то запросто, вдруг, вот тут всякие службы, и фиг его знают, какая из них вирус, я понятия не имею вообще, может, вируса и нету вовсе, а чё тогда, а фиг знает, чё вообще, вот не знаю, вот всё, как мы, всё, что работает, остальное всё офф, ну вот, короче, поделился с вами новостью такой вот, то есть ничего не крошится, да, у этого свойства, вот такие вот, да, то есть всё нормалды, здесь вот так вот, и совместимость, там это вот всё вот так, и ярлык, там это здесь ничего не менено, всё нормально сделано, и ничего не крошится, да, вот они, все разрешения, полный доступ везде, ну и не знаю, крошей нету, о, дит, тут действующее разрешение, чё тут смотреть больше нечего, вот как бы, да, и нормально всё, и никаких крошей, потому что здесь замочек, чё-то я так и не показал, как я это сделал-то, здесь-то вот, да, то есть удалить-то я не могу, и как мне удалить, типа, да, ну, например, хотя бы просто добавить себя сюда, да, сюда себя сейчас добавил, полный доступ, окей, 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 и, короче, удалить, удалилось, а как это я сделал, создать, тут вот портфель, например, да, тут вот свойства, тут вот безопасность, и дополнительно изменить, и вот эту вот галочку снимаю, короче, и удалить, всё, окей, он ругается, запретили доступ для всех пользователей, никто не сможет получить доступ к новой, к новой портфели, только владелец сможет изменить разрешение, продолжить, да, окей, окей, и всё, и вот он, портфель, не удаётся открыть портфель из-за того, что нет доступа к диску, вот так даже тут есть, круто, да, но это мои методы, это, видимо, немножко неправильные методы, здесь метода получше, она прям открывает всё, а как здесь сделать, фиг знает, ну-ка, попробуем ещё другое чё не создать, например, 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 папку, ну-ка, так же она открывается, а сейчас мы возьмём у неё и удалим всё нафиг, ну-ка, удалить, удалить, окей, 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 ну-ка зайти, а нету доступа, и всё, и, короче, и не заходит, да, это только если продолжить нажать, тогда заходит, но тогда нас туда добавили, да, мы тогда здесь добавленные, с полными правами, а у меня есть вот здесь такая папка, короче, да, вот такая вот, пссс, ха-ха-ха, фирменное название у неё как раз, да, такое, пссс, и у неё тоже по безопасности такая же канитель, круто, да, но я в неё могу зайти, и далее, то есть такое можно сделать, но только скриптом в PowerShell, да, вот такая тема, это супер тема вообще, я вас попозже научу, как такое делать, но такое можно делать, вот, смотрите, какой прикол получился, у нового портфеля почему-то значок в виде папки, я не заметил, когда здесь что-то делал, но здесь почему-то папка, ну-ка, крупные значки, всё равно папка, как так-то, вообще прикол, ну-ка продолжить, здесь какая-то дата-басина даже создана, ну-ка выйдем, а вот сейчас портфелем стало, ха-ха-ха-ха, это что за приколюхи вообще, странненько, удалить, ну-ка еще раз проверим, что будет ничего нету не удалось открыть, как и было но сюда заходим, здесь права у нас были но все еще портфель сейчас но ведь был только что значок папки как так? вообще дурдом какой-то я не понимаю, что за фигня ну вот бывают такие приколы это мы сюда вот заходили да и там как-то вот оно почему-то было папкой непонятно, почему кстати, оказывается, ничего не запускается я вот жму да, recredit, а он не запускается и отсюда тоже не запускается да, и notepad не запускается я фиг знаю, почему запускается Explorer да, почему непонятно а эти не хотят вообще не ясно у них то же самое написано где эта безопасность вот она сюда ее и Explorer сейчас посмотрим безопасность ну один в один и что за фигня там открывается это не открывается общее там это все фиг знает что такое как так хе-хе-хе ну вот как-то вот так а вот эти вот открываются вот это открывается да, справка короче и у Rite вот это тоже открывается вот как так раз и открывается а notepad не открывается ну здесь так же же написано и вообще непонятно да нажмем notepad а он не открывается help help панк какой-то тоже не открывается Rekedit тоже не открывается а я не понимаю в чем дело как так как так я нашел notepad в System32 и здесь он запускается в чем прикол а вот и Rekedit но в Syslow 64 и замочка на нем нету да поэтому как бы ну он запускается как бы да, само собой но он без замочка то есть разрешение у него обычные выставлены а у notepad то там как бы это ну вы поняли я вам вроде не показал KLMN 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 где он? notepad ну-ка вот он у него здесь так же да но он запускается да вот 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 Продолжение следует...